добрый вечер не знаю что получится из этого выпуска но я отправился на праздник сегодня 22 июня и в европе во многих странах сегодня праздник финляндии например праздник называется юг ангнус то есть по-русски это день и валан купалы и он также проводится во многих русскоязычных странах в той же украине я не знаю как он правда называется по-украински если кто знает скажите в испании этот праздник зовут сан хуан и вот говорят что у нас здесь внизу на пляже сегодня большое столпотворение и люди будут праздновать посмотрим как это будет что получится из этого вечера в аликанты говорят будет сожжение костров так же как в филляндии жгут костры очень весело песни пляски и и потом купание в озерах испании я пока еще ни разу не принимал участия в этом празднике и в большие крупные города не выбирался посмотрим начнем с того что посмотрим как это проводится здесь у нас маленьком месте вокруг раздаются какие-то невероятные запахи мяса кто-то уже жарит где-то видимо у себя в квартирах может быть во дворах с пляжа уже раздаются достаточно громкие звуки музыки слышно что народ гуляет блин запахи мяса просто жареного невероятные ну поглядим филляндии сейчас белые ночи то есть я так предполагаю что сумерки и они как раз наверное будут белые ночи длится до конца июня может быть до начала июля а здесь в испании в принципе в 10 вечера уже темно сейчас время почти 10 и уже такие сумерки небо еще не совсем потухше но уже зажглись фонари и уже темнеет я так предполагаю что минут через 15-20 будет совсем темно судя потому что на кольцах припаркована куча машин народу много я такая что собралось сейчас в районе пляжа достаточно много людей уже отсюда слышен шум оба на весь пляж просто кишит кишит да я такого еще не видел вечером я как-то достаточно редко по вечерам последнее время куда-либо выбираюсь сегодня я смотрю что здесь прям такое живое место и люди празднуют сюда должны были прийти друзья сейчас будем встречаться скорее всего люди где вы но это обычная жизнь курортного места популярный клуб кафе ребята вот так народ здесь празднуют праздник смотрите люди приходят со своими столиками с едой с напитками и сидят на пляже отдыхают празднуют что-то кушают кто-то возвращается с купания вполне возможно что праздник завершится массовым купанием я правда это не предусмотрел с пляжем все понятно пойдем дальше посмотрим что в округе да я как-то редко выхожу в люди и это для меня удивительно у меня анюта была здесь буквально наверное часом раньше и говорила что здесь благ это концертная программа здесь все танцевали пели ну вот сейчас на данный момент я пока ничего такого не вижу да кого-то сцена пока люди настраиваются сцена песни пойдем посмотрим что здесь еще происходит происходит и 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 Друзья, жизнь на локале просто кипит. Я никогда не видел здесь столько народу за все время своего пребывания здесь. Это выглядит очень клево. Смотрите, и все это на берегу ласкового моря. Море сегодня такое классное. Практически нет волн. И люди до сих пор купаются. Хотя, в принципе, в это время уже никто в воду не залазит обычно. Друзья, ну что, за Сан-Хуан, за Ивана Купава, чтобы все были здоровы, чтобы не было войны. За вас, короче. На улице очень жарко. Порядка 30 градусов на улице. Лето у нас наступило как-то незаметно. Все время были комфортные 22, 20, 24. Тут вдруг внезапно сразу началось 30. И приходится даже дома включать периодически кондиционер, потому что жара с улицы при открытых окнах в квартиру приносит такую температуру неприятную, что приходится закрываться и включать кондиционер. И вот сейчас я отдыхаю. Хотя здесь сейчас тоже порядка 30 градусов, но с моря дует такой классный бриз. Прям очень приятно. А холодное испанское пиво прям супер освежает. Друзья, ну мне кажется, я понял философию этого праздника в целом. Это просто собраться вместе, провести время с семьей, с друзьями, за столом, около моря. Причем я так понимаю, обязательно около моря. И причаститься, то есть сделать омовение в море, потому что куча купающихся сейчас. Просто, я не знаю, наверное, у меня слово поразит. Куча. Невероятное количество еще можно сказать. Невероятное количество купающихся сейчас здесь. И люди отдыхают классно, весело проводят время, общаются. И как я уже говорил, друзья, вот пьют практически все. Но я не встретил практически ни одного просто пьяного человека. Все просто навеселее. И это так классно ощущать себя здесь. Как я говорил, вот ты приходишь в бар в какой-либо в Испании, и ты чувствуешь себя в безопасности, потому что люди, они не напиваются, как поросята. Они просто выпивают, отдыхают и веселятся. И это круто. А вот, кстати, в небе летит дрон. В Испании, в принципе, съемка дроном ночью запрещена. Вот какой-то бесстрашный товарищ вылетел. А по поводу дронов еще, кстати, съемка запрещена не только в ночное время, а она запрещена над толпами людей. А сейчас здесь на пляже столько людей, что просто немерено. И поэтому без спецразрешения здесь на дроне летать нельзя. Еще в силе же закон о защите данных. И поэтому ни в коем случае нельзя снимать людей так, чтобы их можно было узнать. Вот он прям такой остановился и стоит такой, снимает. С разных ракурсов провокалов. Ребята, я только что поговорил с одним местным. То есть, как я и предполагал, да, это семейный праздник. И они здесь все собираются на пляже. В 12 часов начнется фейерверк. А после этого, как сказал этот товарищ, весь мир идет купаться в море. То есть, это традиция как славянская, так и европейская. В том числе и в Финляндии, те, кто купаются в озерах. Также в Испании купаются в море. Здесь, к сожалению, в нашей провинции не будут проводить прыгания через костры, не будут разжигать костры. Но в той же самой Андалусии люди жгут костры на берегу и потом танцуют и прыгают через них. А здесь из-за безопасности не проводят. Но будет, обещают, фейерверк здесь на пляже. И это будет как раз в 12 часов ночи апогеем этого праздника. Так что постараемся дождаться и посмотреть, как это будет выглядеть. Друзья, я тут зашел в свой, не то чтобы любимый, но значимый для меня бар. Вот он здесь. Называется Топерия Айала. Топерия это то место, где готовят тапас, испанский тапас. И с владельцем мы знакомы, но, наверное, с тех пор, как я начал сюда приезжать. Это было, наверное, с 2014 года. И вот тогда он накормил меня таким прикольным тапасом, которого я до этого никогда не пробовал. Это был кусочек хлеба с поджаренным чорисо и падронским перцем. И это все было вот на одном кусочке. Это было так круто под пиво. И я сюда стал ходить достаточно часто. Но вот, кстати, сейчас уже пару лет я здесь не был вообще. Ну, потому что, во-первых, на пляж хожу, если то на другой. А если хожу сюда, то куда-то в другое место. Как-то все не удавалось. И тут пока много народу. Думаю, дай-ка зайду. Здесь, конечно же, куча народу. Просто все столики заняты. Я пришел, заказал себе бокал вина. Ребята, смотрите. Вот бокал вина и жареную говядину. Говядина с каким-то крутым соусом. Они из них делают также тапасы. Ребята, это блюдо. Мне обошлось, как вы думаете, сколько вместе с вином? Не буду тянуть время 2.40. Но это, считайте, вообще халява. То есть переводите на свои деньги. Я не знаю, сколько это сейчас. В рублях, гривнах, в тенге или еще в чем-то. Короче, 2.40 евро. Но это просто шикарно. Так что вечер продолжается. Короче, классный. Ребята, сейчас буду пробовать то, что я взял. То есть... Фотово. 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 момента ребята это какой-то прикол на меня тут все набросились для ты ютюбер ты ютюбер я говорю ну да а где можно это увидеть давайте привет 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 ну короче я дал адрес своего канала будет больше подписчиков я продолжаю дегустацию этой прекрасной говядины ребят я уже могу сказать что она просто прекрасно это такое нежное мясо она пропарено прожарено стопудово больше двух часов а такой офигительный соус это очень классно короче не на правах рекламы а просто качестве рекомендации если будете на локале обязательно зайдите в топырию айала я вам сейчас ее еще раз покажу это очень вкусно и дешево белая риоха тоже очень классно особенно под говядину со мной многие будут спорить что вот мясо идет только красное вино не верьте никому белое вино идет под все это правда кстати друзья хотел задать вам такой вопрос знаете вы или нет для чего испанцы чаще всего подают хлеб к своим блюдам я думаю что наши люди вряд ли догадаются дело в том что хлеб испанцы используют во первых для того чтобы помочь себе достать что-то из тарелки какой-то соус какой-то там кусочек мяса салата и так далее не просто беру два кусочка хлеба ими вынимают это из тарелки и едят вместе с хлебом либо для того чтобы домакать соус опять же то есть просто хлеб как хлеб они его не едят еще как вариант если подают соус айоли это очень известный белый испанский соус то вот они намазывают этот соус на кусочек хлеба и тогда уже его едят ну вот просто чтобы хлеб как хлеб как его употребляют в наших странах такого здесь нет пришел и вдруг серега пришлось идти за добавкой за добавкой мяса и вина уэн испанера 1 плата винчик уже готов сегодня наверное самый живой день на протяжении не то чтобы сезона да но по крайней мере в этом месяце поскольку люди там просто зашиваются бегаю туда-сюда туда-сюда вот наша еда и закуски мне сегодня младше сынули илюша нарисовал вот такого чела в руке прикольно а мой друг серега сказал мне что ну его нахер сниматься в твоем блоге поэтому я буду как всегда один ребята походу начинается какая-то движуха просто пошло массовое купание в море смотрите сейчас покажу оба все 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 12 ночи все полезли в море там к это вакханалия творится ура вот такая национальная традиция где салют друзья идет процесс вечернего омовения вот как раз 12 ночи пробило и весь пляж просто усыпан не то что пляж все море усыпано людьми которые купаются и совершают этот языческий ритуал давайте посмотрим поближе что здесь происходит люди люди что вы делаете а люди ну что мочат ножки кто-то мочит ножки а кто-то прям ныряет смотрите как много людей здесь на пляже как много в воде но мне кажется классный ритуал а вот и долгожданный салют через 40 минут купальный сезон заканчивается точнее уже закончился в воде уже почти никого нет хотя какие-то индивиду купаются друзья праздник классно завершается на самом деле атмосфера атмосфера такая же праздничная на пляже народа ничуть не убавилась просто все повылазили из воды вот праздник завершился салютом и там идет праздничная дискотека дискотека начинается вот здесь люди которые слушают музыку они вот здесь вот танцуют а так вот сцена находится вон там он далеко движуха за моей спиной а 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 ну как вы уже знаете я не люблю толпу но в принципе это прикольно что раз а а а у а а Все-таки иногда в толпе стоит побывать, чтобы прочувствовать эту самую атмосферу толпы и праздника! Играет музыка. Из толпы мы выбрались, не так шумно. Это было прикольно. Как вам праздник? Хорошо, хорошо. Пара вопросов, если вы не против. Ребята, вот смотрите, я первый раз на испанском празднике в Сан-Фуан. Ну, я знаю, в Финляндии он там называется Юхан, но как называется в Литве? Жан из Литвы. А что раз не проводят? Я знаю, что в Латвии это Лиего, а в Литве... В Белоруссии Иван Купало. И есть что-то подобное? Какая-то такая традиция? Как понять, я даже не отмечаю русский. А в Белоруссии есть такая традиция? Иван Купало в Белоруссии, да. Так и что, они так же собираются, где-то купаются, прыгают через Кострит. А ты в Литве никогда не понимал участия. Я в Финляндии тоже, как говорят, но круто. А вы jóvenes уже. Я играл за счет Rob하я. Я предлагаю вам на этом тяжеластом действии Совершить наш огромный репортаж сегодняшнего дня Ребята, я вас люблю Увидимся скоро в следующем видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok